Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема «Чем опасен ковид-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?». Сегодня у нас в студии главный штатный кардиолог Министерства здравоохранения Ульяновской области, главный врач Ульяновского областного кардиологического диспансера Мовчан Елена Викторовна. Здравствуйте, Елена Викторовна! Добрый день! Елена Викторовна, мой первый вопрос, он также звучит как бы из темы. Скажите, пожалуйста, на самом деле, чем опасен ковид-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Добрый день, уважаемые слушатели! Дело в том, что ковид-19 не повышает риск заболеваемости у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но если пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями все-таки заболел ковидом, то протекает это заболевание у них гораздо тяжелее, и протекает оно с осложнениями. Поэтому опасен он именно течением и прогнозом. То есть как для всех пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями? Получается так? Да. Это же группа риска? Конечно. Получается так. Елена Викторовна, скажи, пожалуйста, какие симптомы именно сердечно-сосудистых заболеваний, какая симптоматика должна насторожить пациента, что ему действительно нужно обратиться к врачу? Вот такой обычный житейский вопрос. Ну, если взять все-таки в аспекте сердечно-сосудистых заболеваний на фоне ковида, то, конечно, в первую очередь нужно обратить внимание на те симптомы с стороны сердечно-сосудистой системы, которых не было раньше. То есть если пациент, точнее даже это не пациент еще, кардиолога, не болел сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него не диагностировано это заболевание, но в период протекания ковида у него возникают перебои в области сердца, появляется одышка, у него появляется повышенное или пониженное артериальное давление, то, в принципе, эти симптомы, конечно, должны его насторожить. Если пациент уже страдает сердечно-сосудистым заболеванием, то его также должно насторожить нетипичное какое-то протекание его болезни, то есть у него может быть учащение приступов сердцебиения того же, болей за грудиной, учащение приступов одышки, может быть нетипичное для этого пациента артериальное давление. То есть в любом случае пациента, кроме катаральных явлений, кроме кашля, кроме насморка, кроме потери обоняния, то есть в принципе все то, что сейчас уже все наслышаны и знают при ковиде, его должно насторожить именно состояние его сердечно-сосудистой системы, а именно то, что я сказала, это артериальное давление, это одышка, это боли, это кратность возникновения боли, это аритмия. То есть его должно насторожить именно со стороны сердечно-сосудистой системы какие-то новые симптомы или нетипичные симптомы, которые были раньше. Ну, то есть, получается, Л Chungitan, должен обязательно об этом сказать врачу тоже? Конечно. Потому что в лечении это тоже будет учитываться и при назначении врачом каких-то препаратов, да? Да, потому что врач, во-первых, есть, конечно, я не буду называть группы препаратов и схемы лечения, потому что это, в общем-то, должен врач при осмотре пациента делать. Но есть группа препаратов, которые, в общем-то, кардиотоксичным эффектом обладают. Это, в общем-то, это практически все антибиотики обладают кардиотоксичным эффектом. Это препараты противовирусные, сочетание их со статинами иногда. Ну, то есть, действительно, есть препараты для лечения артериальной гипертензии, ингибиториангиотензин, превращающего фермента, хотя, в принципе, таких крупных еще мета-анализов не имеется, в общем-то, не проводилось, но есть, в общем-то, осложнения, то есть, со стороны сердечно-сосудистой системы. Например, при проведении электрокардиограммы мы должны обязательно смотреть за интервалом КУТЭ. То есть, есть такой интервал, который удлиняется на фоне приема антибиотиков и противовирусных препаратов, или сочетанием этих препаратов, что может способствовать нарушениям ритма, таким как блокады сердца. Ну, не буду, конечно, пугать, но у пациентов, страдающих аритмем, это может быть, в общем-то, до внезапной смерти, и действительно, это должен назначить врач. То есть, здесь тоже настороженность должна быть? Да, поэтому бесконтрольно, конечно, когда пациенты у нас уже наслышаны, что знают, есть ли бактериальный компонент, а у нас, в общем-то, и не дожидаются бактериального компонента, они, в общем-то, все начинают с первого дня принимать антибиотики, то это, конечно, вообще очень опасно. Причем бесконтрольно все это, да, на самом деле. Ну, к тому же, это осложнение в дальнейшем могут быть не только при, в общем-то, сердечно-сосудистых заболеваниях, это осложнение, конечно, в дальнейшем и на кишечник, и все мы прекрасно знаем, что без пробиотиков и защиты кишечника, что происходит после приема антибиотиков, поскольку иммунитет – это на 90% выработка в кишечнике, и в дальнейшем, мало того, возникает резистентность к антибиотикотерапии, и не дай бог при тяжелых заболеваниях инфекционных, потом, в общем-то, если они возникнут, не будут эффективны эти препараты, антибиотики. Но прежде всего, конечно, и гастроэнтерологи, и инфекционисты столкнутся вообще еще с такими осложнениями, которые еще предстоит, наверное, лечить. Ну да, потому что, в принципе, даже короткие курсы антибиотиков, конечно, они мало могут безблиять. Да, достаточно безопасно. А при тех стандартах лечения коронавирусной инфекции, там же довольно длительные приемы, и не одна площадка антибиотиков, поэтому об этом тоже нужно помнить, конечно. Лена Витальевна, скажите, пожалуйста, а вот вы уже, в принципе, перечислили, какая симптоматика должна насторожить пациента, и о чем он должен сказать врачу. Но все-таки какие звоночки такие должны бы появиться, что у человека может возникнуть катастрофа именно со стороны сердечно-сосудистых заболеваний? Как вы считаете, вот прямо первый, второй, третий? Ну, это, конечно, боли. Боли из-за грудин и с радиацией, в общем-то, могут быть под лопаточную область, влевую, чаще всего, да, это может быть и в челюсти, и, в общем-то, в спину. Ну, у всех, в общем, типичный такой нет симптоматики, но это, прежде всего, боли в сердце. Это может быть одышка, причем одышка, она, конечно, очень трудно дифференцируется с самим пациентом. Она может быть спровоцирована и действительно патологией ковид. Грохолёвощная система. Да, и в то же время одышка может быть спровоцирована сердечно-сосудистой патологией. Причем у пациентов может возникнуть и острая декомпенсация сердечной недостаточности, может прогрессировать хроническая сердечная недостаточность. Поэтому, конечно, это вот тоже симптом, который должен насторожить. То есть одышка при, в общем-то, ну, минимальной физической нагрузке, практически самообслуживании пациента, при нахождении в покое, если она появилась, при этом, если у пациента не очень высокая температура, если у него амбулаторное лечение, вот это должно насторожить. То есть, как бы типичной корреляции, получается, нет по тяжести состояния ковида и вот появлением одышки. Ну и, конечно, это вот перебои в сердце. Вообще, очень выражено у пациентов гиперсимпатикотония. Но это активность повышенной симпатической нервной системы. То есть, мы сейчас сталкиваемся на приеме с пациентами, которые уже перенесли, например, ковид, там, три недели назад, месяц назад, кто-то два месяца, кто-то с марта уже перенес. И у пациентов длительное время сохраняется тахикардия. То есть, причем обусловленная не какой-то вот даже уже тревожностью, уже пациенты перенесли. Ну, возможно, есть, конечно, элемент тревоги и психотерапевты в помощь, конечно. Но вот частота сердечных сокращений у пациентов часто вот в пределах 100. Их это, в общем-то, настораживает. Это тоже витаритмия этой кардии, они всегда дают дискомфорт. Но здесь надо действительно... То есть, обо всем нужно говорить врачу. Конечно. То есть, обязательно симптоматика вот эта должна быть... Да, врач обязательно предпринет. Во-первых, вот сейчас ковид, все-таки он поражает не только возраст уязвимый с 65+, и пациентов коморбидных, то есть, с массой патологии, он, естественно, поражает и молодой возраст. И вот когда у пациентов потом возникают какие-то остаточные явления, в общем-то, пациенты обращаются вот в том числе и к нам, вот к кардиологам, и что в данном случае мне вот, например, нравится, потому что они обеспокоены. И, в принципе, они проходят обследование. Они проходят, наверное, даже преждевременное для себя обследование. Возможно, они бы еще несколько лет не пришли. И мы, соответственно, проверяем у них. И, в общем-то, по шкале скор, оценку степени риска в течение 10 лет. Мы смотрим факторы риска. То есть, пациент сейчас уже будет, наверное, вооружен тем, что он должен лечить и факторы риска. – Елена Викторовна, ну вот учитывая ваш колоссальный опыт, да, вот ты хочешь спросить такой вопрос еще. Скажи, пожалуйста, а вот насколько все-таки вот сердечно-сосудистые заболевания вообще помолодели? На самом деле есть такая тенденция? – Ну, тенденции, к сожалению, есть, да. И помолодели они… – Какие тогда вот именно диагнозы? – Вот я даже могу недавний привести пример. 28-летний пациент у нас был, после инфаркта миокарда поступал на второй этап реабилитации. Причем не сказать, что там у него какие-то уж прям выраженные факторы риска, такие были там или генетические. Ну, в принципе, даже наследственность у него не особо была отягощена. Ну, возможно, образ жизни, там, нервная работа, там, и прочее. То есть, в принципе, вот молодой возраст. Ну, и очень помолодели сейчас заболевания, такие как нарушение ритма. Они, причем, понимаете, с одной стороны, при продолжительности жизни это, в общем-то, ну, как бы уже проводник. То есть в более старшем возрасте возникает нарушение ритма, потому что возникает кардиосклероз и, в общем-то, захватывает проводящие пути, и у пациентов часто нарушение ритма. Но и в молодом возрасте, потому что вот эта вот тревога, вот этот вот психогенный фактор тоже способствует тому, что очень много нарушений ритма. И, в принципе, на сегодняшний день, конечно, у нас есть возможность оказать помощь не только медикаментозную, но и современным методам лечения. Поэтому, конечно, мы с этим, в общем-то, справляемся. Но масса просто нарушений ритма. Елена Викторовна, а вот такой вопрос. Если встречается ли миокардит после перенесенной коронавирусной инфекции, если на самом деле встречается, то как он протекает и вообще часто ли это находка? Ну, вот мы сейчас опираемся часто на статистические данные, конечно, в основном Китайской народной республики, потому что, естественно, они были дебютантом этого заболевания и, скажем так, у них опыта побольше. Ну, вот они приводят такие данные, что аритмия – это 16,7%, а, значит, миокардиты где-то до 7%. Ну, может быть, вот в 100% это не такая большая статистика, но вот фульминантные молниеносные миокардиты, они бывают. Но мы на сегодняшний день, вот, ну, в кардиодиспансере я лично видела двух человек, но это не такая большая, конечно, когорта людей. Вот. Но миокардит, дело в том, что он в острый период проявляется, опять же, понимаете, одышкой, и получается здесь трудно очень дифференцировать. А когда пациент уже, да, перенес, то он уже к нам приходит, мы его действительно обследуем, и понимаем, что это, например, развивается у пациента постмиокардитический кардиосклероз. Ну, в помощь нам, естественно, это УЗИ сердца, там различные методы диагностики. То есть функциональная диагностика уже должна получаться. Да, и мы видим уже, что у пациента в сердце возникают очаги склероза, то есть мы их диагностируем, мы их видим. Поэтому это такая патология, ну, не совсем частая, но я считаю, не совсем редкая. И, конечно, в общем-то, миокардит, он даже не всегда зависит от степени тяжести протекания инфекции. То есть бывает, например, легкое течение, при этом бывает тяжелый миокардит, и бывает тяжелое, но при этом незначительное изменение стороны сердечно-сосудистой системы. И часто, кстати, способствует отсутствию осложнений, это соблюдение режима. Потому что вот есть тоже такая категория пациентов. Это пациенты, которые активные до ковида были. Это, можно сказать, даже там и спортсмены с активным образом жизни. Для них это очень трудно, ну, скажем так, выдержать вот такой период изоляции. Даже не сами, если они заболели, а если они контактные, и, в общем-то, они тоже должны выдержать режим изоляции. Ну, скажем так, те, которые болеют, они хотят чуть ли не с первых дней продолжать там делать зарядку, заниматься и так далее. В разумных пределах, да, это все хорошо, это можно. Но кардионагрузки должны быть очень ограничены в том плане, что зависит все-таки от температурного режима, от частоты сердечного сокращения, от сатурации кислорода. То есть состояние человека, оно, конечно, определяется и по, так сказать, инструментальным методам исследования. Если у него эти показатели низкие, или, наоборот, частота сердечного сокращения высокая, и он просто пытается, так сказать, заглянуть вперед, а что со мной будет? Вот я сейчас декомпенсируюсь, но хотя бы элементарно ходить по комнате, там, набирать какие-то, я, конечно, не говорю, что 10 тысяч шагов, но тысячи полторы-две тысячи шагов, в принципе, это можно. Реально вполне. Да, это реально. Реально, да. Ирина Викторовна, ну вот, вы сказали про миокардит очень подробно, обстоятельно. Ну, в принципе, я хочу просто, чтобы вы от вас еще, телезрители, услышали, да, что, в принципе, даже если миокардит, как находка, да, обнаружился, поставлен диагноз, ну, после перенесенного коронавирусной инфекции, то, в принципе, это все лечится, да? Ну, это, конечно, это не приговор. И заранее, заранее, не нужно никаких препаратов принимать самостоятельно, там, да, то есть обязательно нужно всегда посоветоваться с врачом, с лечащим, правильно? Ну, да, то есть любое, вообще, даже осложнение – это не приговор, потому что в любом случае осложнение, оно протекает в дальнейшем, это либо сердечная недостаточность, либо, возможно, какой-то период неконтролируемой гипертонии, ну, то есть в любом случае врач может эти, так сказать, симптомы и предвосхитить, и в то же время потом, в общем-то, достигнуть либо выздоровления, либо, в общем-то, длительной ремиссии у хронических больных. Поэтому профилактического лечения ни миокардита, ни ишемической болезни нет. Не нужно, конечно. Это, в принципе, просто вот лечение заболеваний ковид в острой фазе, и, в общем-то, постепенная такая вот реабилитация, которая, в общем-то, тоже под контролем осуществляется врача. Понятно, что врачи сейчас очень загружены, но пациенты сердечно-сосудистой системы, в общем-то, чтобы они знали, что они не брошены, и, в общем-то, если они приходят в кардиодиспансеры, есть показания, то есть после перенесенного ковида они у нас также лечатся на реабилитации, и стационарной, и амбулаторной, то есть это мы все предоставляем. Ну, вы тоже, как главный штатный кардиолог, министерство охранения Ульяновской области, тоже держите все это под контролем, я это все прекрасно знаю, да, и тоже, и по своей поликлинике тоже это все чувствую, да, этот контроль. Вы всегда говорите о том, что диспансерное наблюдение, оно продолжаться должно обязательно. То есть эти пациенты не должны оказаться за бортом, как говорится, борьбы с коронавирусной инфекцией, да, то есть нужно продолжать их диспансер наблюдать, где-то позвонить, где-то узнать, как у них самочувствие, где-то сделать активное посещение, то есть это уже работа первичная звена, и она должна делаться. Ну, при необходимости, я знаю, что у вас двери кардиодиспансеры всегда открыты, и сколько раз я вам звонил, да, лично, и говорил, там, вот надо такого пациента, такого-то, и без всяких препятствий всегда идем навстречу, и всегда этот пациент получит должную помощь. Игорь Викторович, ну, тогда такой вопрос. Ну, вы уже сказали, что нагрузка сейчас колоссальная на первичное звено, и на скорую помощь, и на неотложную помощь. Но все-таки вот по вашему мнению, вот как у опытного кардиолога, в каких случаях пациенту нужно вызвать скорую помощь, да, а в каких случаях можно все-таки передать уже на неотложную помощь? Я понимаю, что это у нас зафиксировано, это все делается, да, своеобразная специальная такая амортизация, все это отлажено, да, и скорая помощь передает эти вызовы. Ну, по вашему мнению, все-таки, когда нужно незамедлительно пациенту прямо именно набрать 103, да, или когда приедет неотложная помощь, тоже, как бы, помощь будет оказана? Ну, что касается ковида, вы, наверное, это знаете даже лучше, чем я, все-таки вы первичное звено. Но это при температуре выше 38 градусов, если у вас можно сесть сатурацию кислорода, померить сатурацию, снижающуюся ниже 95-93. Ну, просто оксиметром все вооруженные, да, терапевт. То, конечно, в таких случаях это нужно вызывать скорую помощь. Я, конечно, хочу коснуться больше аспекта кардиологического, потому что если у пациента более 20 минут приступ загрудинных болей держится, То есть жгучие, давящие, да, с радиацией куда-то, то есть нетипичная боль какая-то, у него были предсказуемые приступы, сейчас они были при нагрузке, появились в покое, то, конечно, это надо вызывать скорую помощь, потому что цель своевременного вызова скорой помощи – это, конечно, своевременная диагностика, именно осложнение. И поэтому врач, который в течение 20 минут также должен приехать, он в течение 10 минут должен снять кардиограмму, и с момента первичного контакта с пациентом он уже должен определить дальнейшую тактику. То есть либо этого пациента госпитализировать, если он диагностирует острый коронарный синдром, либо это действительно все-таки затянувшийся приступ станокардии, ему помогли уже препараты, которые он принял до приезда врача привычные, то есть бывает кумуляция действий, препараты принимают, скорая приезжает, препараты уже помогли. То есть в любом случае, если 20 минут держится боль, то скорую помощь вызывать однозначно нужно. И поэтому иногда вот ошибка, конечно, пациентов, недооценка степени тяжести, они думают, что само пройдет, они ждут, они ждут иногда в течение ночи, под утро вызывают скорую помощь, они, конечно, упускают время, поэтому, конечно, вот своевременная доставка оказания помощи зависит вот часто от информированности пациента, от его, в общем-то, эрудиции, от социальной адаптации, чтобы он не стеснялся вызывать скорую помощь, так сказать, не боялся этого. Ну, за это врач не поругает. А вот врача поругают, если он не своевременно приедет, не своевременно достанет, не своевременно доставит пациента, не своевременно диагностирует. Елена Викторовна, тогда еще хочу спросить по лекарственному обеспечению. Вот именно пациентов, сердечно-сосудистыми заболеваниями, насколько у нас отлажено это, и насколько доступна действительно вот эта такая помощь? Да, очень своевременный вопрос. Хотелось бы, чтобы побольше людей действительно услышали ответ на него. У нас есть 994-е распоряжение в Ульяновской области, согласно которому пациенты, перенесшие инсульт, перенесшие инфаркт, перенесшие операцию аортокоронарного шунтирования, радиочастотную аблацию при нарушении ритма. Эти пациенты, начиная с 1 июля 2019 года, они попадают как раз в перечень тех пациентов, которые имеют право на бесплатное получение лекарственных препаратов. Это 23 препарата. Эти препараты очень хорошие. Это дорогостоящие препараты. На это выделены федеральные деньги. И в Ульяновской области пациенты обеспечены полностью этими препаратами. Каким образом это осуществляется? Пациент на, в общем-то, заявительной основе, он приходит. Вот если он сейчас перенес, то в период действия этого приказа, это с 1 января этого года. Но поскольку я озвучила, что с 1 июля прошлого года, то есть пациент, перенесший эти же заболевания в прошлом году, он должен просто подойти к врачу, и, собственно, этому пациенту выпишут рецепты. Он получает их при крепленных аптеках. В общем-то, вот у нас и первая аптека есть при первой поликлинике, и еще ряд аптек, он получает этот препарат абсолютно бесплатно. Препараты очень, еще раз повторяю, дорогостоящие. Это, в общем-то, прямые оральные антикоагулянты, которые, в общем-то, стоимость их 3 тысячи примерно в месяц. И раньше у нас была большая проблема, потому что, назначив современное лечение, мы фактически, ну, должны были как-то так смотивировать пациента, что этот пациент лучше, там, например, чем другой препарат. Вот сейчас, на сегодняшний день, вообще нет проблем. Эти препараты все есть. Надо просто вот озвучиться, что перенесли вы в прошлом году, или знать, что на сегодняшний день вы тоже имеете право на получение этих препаратов. Спасибо большое. Но это вот тоже информирование должно быть, да, на уровне тоже первичного звена? Да, это в поликлинике и в средствах массовой информации, в общем-то, неоднократно мы выступали тоже на каналах, вот, в общем-то, информационных. Вот, но, конечно, вот не все пациенты знают, но, в общем-то, задача поликлиник первичного звена... Доводить эту информацию, конечно. Елена Викторовна, скажи, пожалуйста, а вот насколько сейчас при коронавирусной инфекции изменилась все-таки мушутизация именно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ну, у нас пациенты без ковида по-прежнему направляются в региональный сосудистый центр с острым коронарным синдромом, кому показано, в общем-то, черезкожное коронарное вмешательство, то есть стентирование или шунтирование. Те пациенты, которые с острым коронарным синдромом, с подъемом сегмента СТ и с ковидом, они направляются в ЦГБ и в медсанчасть УАЗ, из нее я по-старому назвала, вот, то есть есть маршрутизация. И пациенты без ковида, с любыми другими патологиями сердечными, они направляются, ну, в Центр специализированных видов медицинской помощи. То есть все отлажено, пациенты кардиологические, в общем-то, у нас без помощи не остались. Ну, то есть на уровне... То есть опять же вызывать скорую помощь, скорую помощь по маршрутизации пациента отправляют. Абсолютно знают это все, да, да. То есть здесь медицинский профиль уже подключается, пациенту даже не надо думать об этом. Конечно. То есть абсолютно... Ему не надо звонить, договариваться, чтобы туда положили куда-то, да. Елена Викторовна, скажи, пожалуйста, ну, вы уже так вскользь немножко сказали об этом, да, вот люди 65+, да, сейчас им сказано, что все-таки рекомендована, да, вот самоизоляция. Довольно-таки долгое время она была, эта самоизоляция. Сейчас тоже просят воздерживаться от каких-то дальних походов, там, да, ненужных каких-то вот таких, как говорится, целодвижений, да. Ну, скажи, пожалуйста, вот как все-таки вот в таких условиях, ну, частично уже сказали, да, заняться профилактикой именно сердечно-сосудистых заболеваний, вот именно этой категории пациентов. Ну, профилактика, помимо вот той физической нагрузки, которую я сказала в домашних условиях, если она достаточно ограничена, все-таки посещение магазинов у нас не запрещено, и поэтому, конечно, индивидуальные средства защиты обязательно нужно применять. То есть это гарантия не столько, сколько вы, так сказать, защититесь от кого-то, да, но то, что вы можете являться переносчиком и переносить, так сказать, в бессимптомной форме, вы не заразите тоже никого-то. То есть как это взаимное такое... Ну, бессимптомной или легкой формы даже. Ну, конечно, перчатки у нас тоже, в общем-то, приказом губернатора внесены в обязательное ношение, но надо, в общем-то, не жалеть перчатки, а все-таки их выбрасывать, потому что известны случаи, когда перчатки выворачивались наизнанку и, соответственно, инфицированной стороной потом снова одевались, то есть, конечно, это не тот способ экономии средств, Ну, социальной дистанции тоже нет. Да, соблюдение социальной дистанции. И, собственно, на воздухе, в общем-то, можно ходить. Ну, в парковой зоне тогда, пожалуйста. Да, но при этом на улице не обязательно одевать маску, если вы, там, ну, надеюсь, не посещаете, там, сказать, какие-то определенные количества людей, где находятся. Вот, и, собственно, вот эти вот возможности соблюдения этого режима, небольшая физическая нагрузка, ну, я думаю, все-таки способствует тому, что плюс витамины, плюс, естественно, фрукты. Вот, то есть, тот здоровый образ жизни, который мы тиражируем везде, я думаю, он способствует как раз тому, что пациенты, ну, перенесут все-таки этот период, пусть не локдауна, но достаточно ограниченных мероприятий у нас. Ну, опять же, даже вот из нашего разговора сейчас, я думаю, что те зрители это понимают, да, что любой диагноз, да, это же не приговор, да, это все лечится, все подается коррекции. То есть, только обязательно нужно слушаться лечащего врача, обязательно вовремя обращаться, не терпеть, не слушать каких-то там слухов и домыслов, там каких-то, да, придерживаться. То есть, обязательно нужно вот помнить о том, что медики всегда рядом, мы всегда поможем, мы всегда готовы оказать помощь, поэтому вот хочется, чтобы об этом все наши телезрители помнили. Осознательно никогда врач не сделает плохого пациенту. Поэтому, когда, в общем-то, есть такие домыслы, действительно, что пациент не то назначил, ну, собственно, врач сейчас работает по стандартам, по протоколам лечения. Собственно, со следующего года будет обязательное к исполнению клинические рекомендации. В принципе, не назначение препаратов, которые входят в стандарты и в протоколы, врач, собственно, такой же уязвимый сотрудник, который может, так сказать, и за халатность пострадать, и за неназначение, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому не может врач назначить целенаправленно какое-то назначение сделать, которое ухудшает ваше состояние. И в то же время я все время говорю об этом, что у нас все-таки все равно к каждому пациенту индивидуальный подход. Несмотря на стандарт, клинические рекомендации, но все-таки индивидуальный подход, потому что у каждого человека есть какие-то сопутствующие патологии, есть какой-то свой образ жизни, какой-то свой анамнез, поэтому это очень важно. И мы лечим действительно человека, да? Вот это очень важно. 80% правильного диагноза – это, конечно, правильно собранная анамнез. Поэтому если мы собираем у пациента анамнез и выясняем, что у него сопутствующий сахарный диабет, это отягочающее, конечно, заболевание, если у него гипертония, ишемическая болезнь сердца, то есть масса заболеваний, даже ожирение, которое, в общем-то, действительно тоже не способствует выздоровлению, потому что возникает гиповентиляция легких при высоком состоянии диафрагмы, ограниченная, конечно, грудная клетка в дыхании, то, в общем-то, все вот эти заболевания, они способствуют утяжелению протекания ковида, раз уж у нас сегодня, в общем-то, тема ковид. Поэтому, конечно, в период ковида многие худеют, конечно, и это, наверное, большой плюс, потому что, когда теряется обоняние, осязание частично, то у пациента отсутствует аппетит, и вот многие теряют, прямо называют такие килограммы, и 7, и 10, и 20 килограмм. Ну, наверное, для сердечно-сосудистой системы, если потом пациент не наберет вес, это, конечно, благо. Плюс какой-то, конечно. Да, поэтому во всем надо сейчас, в нашем изменчивом мире, наверное, искать какое-то положительное что-то. Ну, Ирина Викторовна, еще как от главного кардиолога в Ульяновской области, может, какие-то добрые советы нашим телезрителям? Ну, мои советы, конечно, это пожелание вам здоровья, это, наверное, исключить вот агрессию в домыслах, не считать, что врачи и медицинские работники ваши враги. Я хочу вам сказать, что мы ваши партнеры. Сейчас медицина, она, в общем-то, пациент-ориентированная, она доброжелательная. Если вы, конечно, столкнулись с каким-то, ну, вам кажется, предвзятым отношением, возможно, каким-то избыточно эмоциональным стороны врача, ну, я вас очень прошу, поймите, что врачи сейчас работают с большой нагрузкой. И, конечно, синдром эмоционального выгорания – это одна из тех профессий, которые им свойственны, к сожалению. Но на какой-то период, может быть, просто эмоционально подождите, вот не вступайте в полемику, ну, помогите, наверное, врачам в эмоциональном плане, мы поможем вам точно, однозначно. Ну, я всегда говорю, что вот в Ульяновской области, она вот характеризуется тем, что мы всегда как-то вот в каких-то таких вот трудных вещах, да, мы всегда объединялись. Да, да, сплачивались. Я всегда говорю, что вот сейчас такое время, что именно пациенты должны с медиками в какой-то степени объединиться в одну такую команду, потому что мы работаем на благо наших людей. Да, мы сплотиться можем. Поэтому мы искренне хотим им здоровья и работаем на это каждый день, каждый день доказывая вот это своим трудом. Поэтому это очень важно. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, берегите себя, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Субтитры подогнал «Симон»!